Новые дорожки, площадки, аллеи появляются в центре Рязани. Горожане теперь чаще всего выкладывают фотографии в интернет с улицы Горького. Здесь отреставрированы скульптуры зодчевые женщины-птицы, вновь установленные на Лыбецком бульваре. Скульптуры привели в порядок и поставили возле недавно построенной гостиницы. Обновленные персонажи уже полюбились рязанцам. С ними с удовольствием фотографируются горожане и гости города. Кстати, скульптуры были созданы к 900-летию Рязани. Что же касается самого бульвара, то на нем работы по благоустройству идут полным ходом. Здесь высажена новая кленовая аллея, убраны портившие вид кривые деревья, разравниваются газоны, строятся пешеходные лестницы и спуски для колясок. Безусловно, будут приняты все мероприятия по прекращению въезда на Лыбецкий бульвар. Будут перекрыты два въезда как со стороны улицы право-лыбецкая, так и со стороны улицы лево-лыбецкая. В эти выходные значимое для города событие произошло также на Лыбецком бульваре. После более 15 лет простоя заработал фонтан напротив цирка. После ремонта в фонтане работают 23 форсунки, подающие под разным напором струи воды высотой от 3 до 5 метров. Каждая из них оснащена подсветкой. Уже в эти выходные горожане с удовольствием фотографировали украшения города. Ведь проработает он всего несколько дней, после чего его укроют на зиму до следующего сезона. Кроме восстановления фонтана в гранитном исполнении будет парапет сделан, а также будет уложена тротуарная плитка. Что касается второй части, там где у нас фонтан Лоси, мы планируем проводить благоустройство в 2017 году. Кстати, всего на всем Лыбецком бульваре город планирует установить 4 фонтана, 2 со стороны цирка и еще 2 со стороны улицы Горького. Также здесь будет проходить городская велосипедная дорожка. Всего она составит 4,5 километра и пройдет от городского парка культуры и отдыха до леса парка.